Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен. Впереди выходные, а вы знаете, что по выходным видео не выходит. В понедельник, скорее всего, тоже не выйдет. Но сегодня будет очень длинное видео, и, пожалуй, начнете смотреть вы, а закончат смотреть уже, наверное, ваши внуки. Также не забывайте, кто не досмотрит видео до конца, того ждет ликвидация. Поэтому смотрите от самого начала и до конца. Мы сегодня с вами поговорим про, обязательно, что происходит с наклона линии локальной. Да, мы затронем под микроскопом эти вопросы. Поговорим с вами про денежный поток и объемы. Поговорим про чашку с ручкой на биткоин-доминации. Соответственно, затронем с вами очень важные моменты о потенциалах. То есть, до куда мы можем добраться, да, какие наши потенциалы. Также в этом видео, не скажу в каком месте, чтобы вы сейчас не переключили, ждет максимально крутейший сюрприз. Кое-что случилось, я это ждал очень давно. Я специально скрывал, чтобы не украли мой интеллектуальный труд, потому что есть один очень хороший блогер, передаю ему привет, он, похоже, живет моей жизнью. Вот, ну, мне очень лестно, что он смотрит мои видео и делает контент на основе с моих роликах. Приятно. Так вот, этот сюрприз вас будет ждать. И обязательно в конце я вам покажу еще кое-что знаменательное, обязательно крутое. Ну и, само собой, карта ликвидации Кингфишера. Что ж, расслабьтесь, попросите жену и девушку сделать вам чай. Начнем. Итак, первое, самое основное. Обратите внимание, видео, которое было 6 дней назад, 28 апреля. Я впервые затронул вопрос о такой вещи, как паттерн удар и бег. Неважно, как называется паттерн. Главное, он состоит из локальной наклонной линии. То есть, первое падение, потом второе. Ну, естественно, это в ракуах 4-х часов таймфрейма, но я на дневке показывал. Так вот, мы подошли к пробою локальной наклоночки. И у нее есть возможности. То есть, было движение либо по текущей конфигурации, либо что-то наподобие чашки с ручкой, но это не то. И, соответственно, неудача. Не спешите. Еще ничего не случилось. И вот, как раз-таки, 6 дней назад мы стали за этим наблюдать. В том числе, я об этом писал в своем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, чтобы узнать все раньше остальных. Без телеграм-канала вы не поймете или упустите то, что есть в видео. Поверьте мне. Так вот, обратите внимание, здесь вы видите, что происходит сейчас. Спустя какое-то время, вот эта локальная линия, наклонка, получает продолжение. Сегодняшним днем она пробивается. То есть, идет процесс пробоя. Еще нельзя сказать, что мы ее пробили. Нельзя. Нужно обязательно закрепиться. И в идеале необходимо пробить, закрыться закрепом на дневном таймфрейме, протестировать ее, это в идеале, и двинуться дальше вверх с подтверждением. Будет ли всегда ретест? Нет, не всегда. Даже с учетом различной конфигурации, которые я вам показывал, вот здесь с ретестом, здесь без ретеста. То есть, соответственно, если заходит большое количество объемов и денег, то не обязательно закрывать и ретестировать это все дело. Да, вы скажете им баланс. Тут гораздо все сложнее и интереснее. Так вот, на сегодняшний момент времени еще день не закрылся. Важно, как мы закроемся. Мы еще запросто можем откатиться назад. Но, еще раз, уже во вчерашнем видео я впервые вам показал работу вот с наклонными линиями. То есть, подходы. Раз, два, три, четыре, пять. Вчера говорилось, пятый подход. И вот, соответственно, вот он, шестой, последний, откатный и пробили. Вот так, дорогие друзья. Идет место пробоя. И самое главное, чтобы у нас не получилась ложная ситуация. А она может быть, обратите внимание. И вот теперь давайте разбираться под микроскопом. Только перед этим я вам покажу ситуацию, которая развивалась. Как видите, момент с апреля 2021 года по август 2021 года. Мы пошли с вами по какой конфигурации? Кто-то скажет по первой. А я скажу по второй. Пробой, откат, да, и движение дальше вверх. Спорить не будем. Самое главное, что и то, и то удар и бег. И это все отработало. Отлично. Соответственно, если бы было неудача, вот как здесь, мы могли пробоиться, да, и потом расторговываться, и попали вниз. Хорошо. Теперь под микроскопом то, что происходит сейчас. Вот это локальная наклонная линия. Есть анализ по каналам. Я его неоднократно вам показывал. Вот он, да, вот. Эти все вещи, и мы сидим на медиане. Кто смотрит меня давно, читает посты, знает, о чем идет речь. Так вот. В том числе я сегодня перед пробоем еще писал очень важную информацию. Почитайте. Значит, обратите внимание под микроскопом. В рамках четырех часов таймфрейма у нас здесь выполняются, сейчас должны выполниться два условия. Мы должны закрепиться выше 29-150. Это наши вот важные CPR линии. Да, обратите внимание здесь. И, более того, это выше локальной наклонной линии. Закреп рамков четырех часов таймфрейма, это лишь полдела. А надо на дневочке. Также нужно либо протестировать эту зону пробоя. Вот она, да, область. И, соответственно, двигаться дальше вверх. Даже в рамках четырех часов таймфрейма. У нас еще, может быть, две свечи сегодня. Так вот, дальше у нас следующий ограничительный фактор. Это вот эта наклонная линия из локального восходящего канала, дорогие друзья. Сейчас она динамичная. 30 тысяч 80 и дальше там 30 тысяч 100 и прочее, прочее. То есть, она все дальше нарастает. Это еще раз. Если день закрывается выше наклонной и идет процесс ретестав. Если мы учитываем, что сегодня пятница, все будет замечательно. Да, то есть, будет действительно пробой закрепа. Суббота вполне реализуется в плане откатов. Да, то есть, идет ретест пробитой зоной, пробитой области. Даже вплоть до касания наклонной. Не беда. Но самое главное, если так и пойдет, то уже будьте добры. В воскресенье, как мы говорили, пробой, ретест суббота, воскресенье. Подтверждение, будьте добры дальше двигаться вверх. И тогда будет все шедеврально. И тогда мы отработаем сакис. Даже позвольте себе слово сакис. Это что касается данного паттерна и конкретной ситуации. Но не спешите танцевать зуму еще раз. Нужно закрыть день. Если на повышающихся объемах и денежном потоке, то будет все потрясающе. Можно даже обойтись без ретеста. Если при текущих, то нужен ретест. А что при текущих? Я вам покажу. Вот в рамках четырех часов таймфрейма. Посмотрите, пожалуйста, объемы. Что делают объемы? В данный конкретный момент времени с 23.04 мая у нас объемы нарастающие. Это факт. Окей. А что же тогда по деньгам? Обратите внимание. Вы видите, что в том числе и глобально мы тоже нарастаем. Но важно на текущий момент времени не просто быть выше, а перебить в том числе и эту кучу. С какой целью? С той целью, чтобы действительно доказать, что мы эту локальную линию пробили не зря. И тогда у нас в том числе не будет расхождения по денежному потоку. Почему это важно? У нас тогда не родится расхождение, дивергенция. То есть при денежном потоке повышения и объемов мы перебиваем максимумы. И каждый максимум мы должны перебивать на объемах гораздо выше, чем были до этого момента, чтобы не творить расхождений. Постарался доступно объяснить. Но констатируя факты, мы приходим к выводу, что на сегодняшний момент деньги заходят и объемы локально заходят в том числе. Так как это локально, мы еще не знаем, как оно будет глобально. Перебьют ли они объемы предыдущие? То есть все в процессе. Подтверждение, что все пропало и мы должны падать вниз, сейчас еще нет. Мы должны получить понижающиеся объемы и затормаживающие или понижающие манифлоу. Тогда да, действительно можно сказать о развороте. Если исходить из дневного тайфрейма, то здесь тоже все ровно. Объемы заходят, они повышаются. Если говорить про денежный поток, денежный поток заходит и уже превышает 15 апреля. О чем я в том числе писал в своем телеграм-канале в одном из постов недавних. Так вот, это здорово и это грандиозно, потому что глобально мы уже на этом районе и можем перебивать эту кучу. Соответственно, все, что происходит локально, нам уже не имеет значения. Главное, что глобальная дневка уже перебивает все те максимумы, которые были совсем-совсем недавно. Это что касается текущей ситуации, которая, опять же, касается, простите за автологию, пробоя локальной наклонной линии. Смотрим и наблюдаем дальше. Теперь, делая небольшое ответвление про биткоин-доминацию, обратите внимание, биткоин-доминация у нас стала падать. Несколько дней назад мы с вами затрагивали этот момент и писал, в том числе в телеграм-канале, обратите внимание, и 4 мая, и ранее, про биткоин-доминацию, повторюсь, и чашку с ручкой, возможной. Говорилось и писалось, что она сформируется, если мы пойдем на пробой уровня шеи. Мы, к сожалению, только дошли до уровня шеи и пока опрокинулись. Сказать, что ручки уже нету, ну, конечно же, нельзя. Ведь когда это рисовалось? А вот когда, 7 дней назад, 27 апреля, впервые я рисовал схематично эскизно чашку с ручкой на биткоин-доминации, внимание, да, то есть, мы еще тогда не знали. И потом, на следующий день, я нанес вот эту ручку. Она схематична. А может быть, она будет вот такой, может быть, вот такой. Ну, понятное дело, уже слишком растягивать все это дело не нужно. И нужно наблюдать. Но сам факт того, что здесь происходит откат, как бы, почему бы и нет. Мы проделали огромный путь, откат, и потом, возможно, подчеркиваю, пойдем опять на движение вверх, чтобы пробивать этот уровень шеи и двигаться к нашим потенциалам в 40, 80, 50, 50, 87. Само собой разумеющееся. Поэтому нам еще есть куда наблюдать. Смотрим. Паттерн, в принципе, сформирован, но еще не пошел в отработку. Не забывайте, что вас сегодня еще ждет сюрприз. Очень важная информация. Теперь хочу вам показать на примере дневного таймфрейма вот этот глобальный блок. Я его много раз показывал. Что за глобальный блок? Обратите внимание. Вспоминайте старожилы, те, кто смотрит меня давно. Вот, пожалуйста, вы видите этот блочок. Его важно победить. Потому что за ним уже лежит новая сладкая жизнь. И именно этим сейчас и занимается биткоин. Обратите внимание. Он уперся куда правильно. Именно вот в это ядро этого блока. Важными зонами у него является 29600. Соответственно, и следующее 30300 плюс-минус. Это если по блоку. Но я здесь не зря нанес и Фибоначо. Давайте я, наверное, сразу уберу его, чтобы вас не напрягать. И я вам покажу случай закрепа выше локальной наклонки. У нас с вами ожидают следующие потенциалы, исходя все того же удар и бег. Просто, чтобы здесь не мазать, я намазал здесь. Приятного аппетита. Так вот, первый потенциал находится в районе 30000 долларов за биткоин. Следующий потенциал 31000 долларов за биткоин. Дальше. Тейк профиты, исходящие из дна этого удара и бег. 3850, что в свою очередь совпадает один в один с чем? Правильно. С одной из важнейших зон, которые мы ожидаем в процессе месячной расторговки. Что в свою очередь совпадает с важной зоной на этот месяц. 3800. Совпадения на этом не закончились. Дальше. Глобально важный уровень 32400. За которым бежит важный тейк профит 2. Это максимальный. Как правило, он достигается не одной палочкой. Как правило, берется первый тейк профит расторговки. И, соответственно, потом уже позже немного погодя мы забираем его. Я вам объясню, почему подобное движение, наверное, скорее всего произойдет. И, конечно же, вот он. 33350, как основной тейк профит. Если все же мы крепимся выше локальной наклонки, и удар и бег пойдет в свою отработку дальше, дальше, дальше. Здесь разобрались. Но еще подтвердим, почему этот уровень действительно достигаем. Если нанести зонку Фибоначчи от начала импульса к его концу, то вы получаете район 1.618 по Фибоначчи. То есть вот эта зона, которая у нас сопряжена с тейк профитом 2. Что подтверждает ровно 1 в 1 важную, важнейшую зону, к которой мы должны будем прийти в перспективе. Поэтому золотое стечение врать не будет. Фибоначчи настоящий человек слова. Теперь здесь, если исходить из CPR линий и побочных важных уровней, обратите внимание, важными зонами, опять же, если мы закрепимся сегодня выше и дальше пойдет все насыщаться лонгова, то важными зонами, действительно серьезными зонами, будут 30550, 31170, 31850, 32650, R2 лонговая 33100 и 35250. Это вообще не на сегодня, не на завтра. В течение месяца как минимум эти зоны актуальны. Пойдете вы в лонг или пойдете вы вниз, если пойдете вниз, актуальные зоны 27125. Но уже, как я писал ранее, вы помните, что я уже даже 25100 не жду? А я сейчас хочу кое-что вспомнить. Вы видите, что происходить стало после 1 мая? А что делал я в это время? 1 мая я отдыхал, конечно же, а 2 мая я написал пост, что заявил отсюда глобально в этом году, и далее я жду рост биткоина, как и ждал. Ничего не поменялось для меня. Никогда. Абсолютно глобально. Но что я приписал? Я прочитал чат, я помню, каких вы блогеров называли, и что вы писали, и что не грили. Понятно, слабо вырваны из контекста. Много из вас могли что-то не понять, что-то недопонять, что-то не исказить. Но, тем не менее, все те, кто топили за 19822 тысячи уже 1 мая, мне любопытно, о чем они говорят сейчас. Наверное, вот это великое славянское, ой, и суть не в том, что я молодец. Суть совершенно в другом, что есть понятие глобальный анализ, среднесрочный, краткосрочный. И вот что касается локального, все может измениться, исходя из фундаментальных новостей. Это святое. Но когда вы говорите средний срок, долгосрок, вы рисуете, как я, вот эти циферки, а потом на следующий день, ребята, мы летим на 22, 23. Вы о чем? И сегодня я опять же покажу вам, почему я не жду 25, и какие цифры реально реалистичны и аутентичны. Вперед. Что случилось? Пожалуйста, вот этот подарок, который я скрывал от всех и оставлял вам. Внимание. Случилось на двухдневном таймфрейме ту-ду-ду-ду-ду-ду золотое пересечение. Вот сейчас время танцевать зумбу. А что это такое? А вы помните, как на дневном таймфрейме мы ждали? И я рассказывал и следил за золотым пересечением, чтобы вот оно случиться. И это говорит о глобальном тренде, восходящем. Цена выше, золотое пересечение, два из двух. Великолепие. А тут вам, пожалуйста, двухдневный таймфрейм совершил золотое пересечение. Это не тям-тям-тям-тям-тям-тям-тям и не ляськи-мосяськи, а чистые технические показатели, которые доказывают состоятельность роста и глобального становления биткоина. Без всяких там. Я не знаю, что будет, что случится. Вы можете много тысяч раз не рассказывать за каких-то регуляторов, за масонов и за всех остальных. Я пользуюсь ТА. У меня больше ничего нет. А из пустого в порожнее, лишь бы заниматься популизмом и лить вам в уши то, что вам может быть нравится или пугать вас, я не стану. Я занимаюсь работой. И моя работа показала золотое пересечение. Замечательно. Теперь здесь веселый смайлик. А почему же здесь грустный? Давайте проследим. Во-первых, от точки максимума. То есть, когда и если мы достигнем точки максимума. Это может быть сегодня. А может быть, когда мы действительно заберем определенное количество тейк профитов, исходя из удар и бег. Если мы сегодня закрепимся, удачно оттолкнемся дальше вверх от локальной наклонки. Соответственно, вы получаете, что точка максимума будет в каком-то из этих районов. Эти точки максимума я показал здесь, где они могут быть. И здесь, где они могут быть. Еще раз, где они будут точно. Сходите к бабке-гадалке. Я не знаю. Но железобетонно знаю, что где-то здесь. И здесь. И я буду следить за объемами и деньгами. И где они остановятся, там я буду знать, что вот эта точка. Но самое главное, что вы уже будете знать. Я это делаю наперед. Вот это действительно круче всякой хиромантии. Соответственно, от точки максимума мы пойдем в Йома-50. В лучшем случае, мой друг. Или стабильняк к Йома-200. Соответственно, когда мы пойдем к Йома-50 или Йома-200, от какого дня? Она же будет двигаться вверх. И это будет двигаться вверх. И от точки максимума. Давайте предположим, это там 33 тысячи. Ну, мне так хочется. 33 тысячи. Вы пойдете к Йома-50, которая за это время очень высоко, в том числе, поднимется. И тогда она будет в районе 28. Сегодняшним днем, если от текущих, давайте поверим вот этому медведю, который сидит с кружкой Деда Мороза и пьет кофе. Соответственно, вот здесь. Да, 26 200. И если цена вольнется, она упадет в район 26 200, 26 400. Йома-200 находится в районе 26 плюс-минус. Таким образом, официально заявляю на все комьюнити, я не жду биткоин ниже Йома-200 на двухдневном таймфрейме, где бы он там не находился. Проколы-заколы имеют место быть. Но ниже этой точки я не жду. Проколы-заколы могут быть, условно говоря, вот как здесь. Окей, но не ниже. Но Йома-200 должна устоять. И это та цена, которую мы с вами заплатим за золотое пересечение. В лучшем случае, еще раз, если Йома-50 словит эту цену. И так очень часто бывает. Поэтому, грустный смайлик, если придем к Йома-200. Но почему мы можем подрасти? И почему мы должны будем упасть? Я уже в сотый раз показываю. Мне очень нравится читать комментарии, где, ош, сколько ты можешь показывать то, что было? Да потому что не смотрите, не помните. Особенно те, кто сейчас смотрит видео впервые, поделились со своими друзьями. Они не знают, о чем речь. И вот эта красота. Я показывал несколько сценариев. Их было всего два. Их не сто, а два. Как может развиваться событие по гистограмме сквизов в рамках додневного таймфрейма. Впервые показано было 7 дней назад, 27 апреля. Я показал, что мы можем пойти по пути вот такой небольшой гистограммки. Через разгрузку или сразу же мы можем пойти по пути, как это было на однодневном таймфрейме. Один в один. Ну, не Вадим, а один в один. Вот он, да? Вадим. Видишь? Соответственно, вот эта суть, которая может, может быть на двухдневном таймфрейме. То есть, вот эта ситуация. Вероятность того, что гистограмма будет превышать текущую, вот эту, маловероятна при всем моем оптимизме. Поэтому важно будет глядеть, докуда дотянется гистограммка двухдневного таймфрейма. И это ровно то, что подтверждает мою теорию о ретесте и движении цены позже к Yoma 50, Yoma 200. И что это вам дает? Замечательные условия для установления ведерка красивого ланга в будущем. В том числе, возможность отработать шорт. Но бывают ситуации, крайне редко согласен, когда не цена приходит к скользящей, а скользящая приходит к цене. Это когда наступает боковик, вверх-вниз. Но даже если вы где-то там зайдете в свои шорты и скользящая будет двигаться к цене, все равно у вас будут разлеты, особенно на двухдневном таймфрейме, в районе плюс-минус 10%. Заработать и выйти вы всегда сможете. 100%. И теперь посмотрим на карту ликвидации. Конечно, не сильно оптимистично для быков. Мы знаем, что покупают, продают в 2 раза больше на супер-бычьем рынке и в 3-4 раза больше. Но тем не менее, ликвидации шортовых достаточно. Достаточно. Я согласен. Все наши зоны, которые я сегодня называл плотно, они все присутствуют. Но ланговых больше, понятное дело. И в некоторой степени есть обнагление. Но когда вам рассказывают за сбор ликвидности, рынок так не делает, что ходит вечно вниз, вечно вверх. Вечно вниз, вечно вверх. Есть зоны по вайкову. Я об этом много-много раз рассказывал. Но, к сожалению, те, кто пользуются смарт-мани, я уважаю смарт-мани, друзья. Просто развивайтесь еще в другом направлении. Хотя бы вайков добавьте, и тогда ваш смарт-мани станет смарт-смарт-мани. Серьезно говорю, без всякой иронии. Соответственно, вы будете знать, что в боковиках работает смарт-мани, а в зонах дисбаланса, друзья, не имбалансах, а дисбалансах. Гуглите эти слова. Соответственно, в зонах дисбаланса ваши имбалансы не перекрываются. Вот и все. Еще есть позитива. Под эти объемы заходят и уже перебивают предыдущие максимумы, что исключают максимальное расхождение или дивергенцию. На однодневном таймфрейме выдохнули, спасибо. Поэтому есть вероятность, что все-таки локалка устоит. Поэтому есть возможность, что мы локалку все-таки победим. Плюс по RSI, да, мы двигаемся вверх, и мы еще не находимся в зоне перекупленности. Есть запас хода пароходу. Что ж, информации масса. Но и это еще не все. Помимо того, что обязательно вам нужно подписаться и подписать своих родителей на мой канал в телеге, еще у меня есть чат для рефералов. И вот здесь, уже вчерашний днем, появилось первое обучающее стратегическое видео для участников чата. И вот оно уже есть в закрепе. Для того, чтобы помимо того, что здесь грамотные специалисты, трейдеры, замечательный нетоксичный чат со всеми ответами на вопросы, я здесь даю чуть больше, чем в обычных чатах. Так вот, чтобы сюда попасть, нужно просто зарегистрироваться на бирже BitGit. Ссылка в описании. Написать мне в личку, скинуть свой идентификационный номер. Я вас проверю, если вы торгуете неделю и более. Без проблем я вас добавлю. Также не забывайте вступать в мой ТикТок, Телеграм, Твиттер. И помните, если вы купили в магазине сосиску в тесте, а там оказалась сарделька, то не стоит расстраиваться, это не самое худшее, что могло произойти. Самое худшее, это если вы зашли на 5-10% от депозита, и вместо пятого плеча, не заметили, там стояла сотая. Вот это та еще сарделька. Всем добра, хороших выходных, уже увидимся через выходные.